Некрасивых женщин не бывает. Бывают женщины немодные, и это нужно исправить. Так решили представители бренда женской одежды InCity. Они начали помогать молодым и не очень богатым мамам всегда оставаться стильными и очаровательными. Подробности акции в репортаже наших корреспондентов. Кто возьмет открыток пачку, тот сделает благое дело. Так теперь говорят продавцы InCity каждому покупателю. Разноцветные смешные карточки выглядят предельно несерьезно, но назначение у них как раз-таки самое серьезное. Выручка с их продажи пойдет на помощь молодым мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Помочь теперь молодой маме достаточно просто. Не обязательно запоминать или записывать расчетный счет, бежать в банк и платить деньги. Или собирать мелочи и бросать ее в копилку. Достаточно просто купить яркую красочную открытку и помочь молодой маме и ее маленькому ребенку. Въедливые покупатели задают резонный вопрос, куда же пойдут деньги. Продавцы терпеливо отвечают. Их финансы помогут молодым мамам, в первую очередь выпускницам детдомов, не остаться со своими проблемами один на один. На данный момент у нас уже работает два клуба, в которые мы приглашаем молодых мам, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они там могут не только познакомиться друг с другом, пообщаться, но и получить консультацию специалистов. Юристов, специалистов по трудоустройству. Они могут там получить поддержку для своих детей. Ну и, конечно, бренд модной одежды оказывает некоторые, скажем так, специализированные услуги. Дизайнеры инсити помогают женщинам достойно выглядеть в любой ситуации. Открытки раздают уже несколько дней и скоро будут допечатывать тираж. Говорят, не ожидали такого ажиотажа. Я тоже мама, я понимаю, как важно помогать другим матерям, у которых нет поддержки, которые, может быть, чувствуют себя покинутыми. Поэтому я считаю, что это правильное дело. Продвижению открыток в народ решила поспособствовать вице-мисс Вселенная 2008 Вера Красова. Это, уверяет красавица, ее святая обязанность. Ведь недавно экс-мисс стала полноценной миссис и родила ребенка. Вера честно признается, судьба молодых мам ее очень волнует. Хотя и представление о том, как живется женщинам без денег и поддержки родных, она имеет довольно смутные. Мне судить об этом немного легче, потому что все-таки у меня есть и поддержка необходимая. Я очень за эту поддержку благодарна всем моим родным и близким. Ну а тем мамам, у кого этой поддержки нет, наверное, немножечко сложнее, конечно же. Но здесь важно то, что они смотрят на своего ребенка, как он растет, как он развивается. Он радует их каждый день чем-то новым. И, наверное, вот этим тоже можно подпитываться. Звезда сериала «Кодетство» Елена Захарова тоже недавно стала мамой. И тоже, говорит, есть желание поделиться опытом и помочь собрать деньги. Помимо счастья, радости, все равно существуют какие-то расходы. Если вы хотите что-то покупать ребенку, безусловно, да, и заботиться о нем, медицина. Ну то есть все вместе. И, конечно, и мама должна иногда тоже отдыхать. Но самой главной своей миссией Захарова считает донести мамам, что несмотря на все трудности их положения, у них есть то, ради чего стоит бороться со сложностями. Бывает, очень устает что-то там, какие-то эмоции. Но я, например, я когда смотрю вдруг на ребенка, она мне улыбается, все. И от этой улыбки я думаю, ну и бог с ним.